Айкон Тайрс Итак, всем привет! Как вы сами видите, на заднем фоне стоят две легендарных машины. Это Гаша 3А и Шишига, собственно говоря, после свапа. Та тачка, которая уже попутешествовала, уже бывала. То есть мы знаем, на что она способна. Там блокировки мостов, они идут с завода. Также там автомат, две раздатки, хорошая понижайка. Ну и, понятное дело, лапки, арочные колеса. Это тачка, была недавно пригнана, ну, можно сказать, с лесу. То есть мы на ней прокатились из Ревды, объехали Умбозера и доехали через 45-й Октябрьский поселок до Кировска. Акровизированный тормозат. Видно, что машина долго стояла. Ну, это ржавчина. Это вода попала, видимо, туда и заржавела. То есть это все вычищать. Но, тем не менее, машина у нас довезла и выскорительный насос работает. Газ нажимаешь, струйка прям брыжет хорошо. Но, тем не менее, возможно, что... Ну, как бы есть какой-то осадок. Ну, это ржавчина. То есть это не песок. Ну, сейчас будем все это дело разбирать. Посмотрим. Конечно. Китай тогда не делал подделки. Ну, и как вон там на жердочке-то? Нормально. Сидят, такие чаечки пьют. Серьезно? Ну, классно это сделал. Стол компьютерный. Смотри, вот, коли там будет сидеть, или у нее там паяльная станция будет. Вов, если кому интересно, вот номер. Тормоза цилиндр рабочий. 33-7, 53, паз. Короче, объясняю. Спереди разобрал. Спереди вот такой вот цилиндр. Я сейчас снял для образца подобия. Просто замерить его. Но мой, который я купил, не подошел. Идем назад. Снимаю колесо. И вижу, что здесь он гораздо больше. То есть сзади больше цилиндр. И вот этот как раз таки мне подходит. Вот новый цилиндр, а вот он старый цилиндр. То есть он по размеру, ну, подходит. И по болтам, и по размеру подходит. То есть здесь новый, с той стороны новый. Два старых помойку, которые потекли. И остается подобрать маленькие, которые ставить буду спереди. А так, сейчас буду прикручивать. То есть сейчас машинка полностью на ходу. Я вам так скажу, полетела. Прям первая, вторая, третья, четвертая, но начинает колбасить ролик, когда скорость, ну, как для нее большая, может быть, 40-50 км в час. Потому что у нас разломаны правые пальцы на тяге. Куча каталогов, я ознакомился. То есть вроде бы есть номера. Но я прохожу в магазин. Какой, 63-й? Даже, говорит, искать не буду. То есть таких запчастей просто, говорит, нет. Заказал, вроде как сейчас почта России придет. Но почему-то по каталогу называется он палец от рессора. Хотя вроде бы по номеру он бьется, как палец именно от тяги рулевой. То есть он раздолбан именно с правой стороны. И поэтому колесо гуляет. И когда ты едешь, руль начинает колбасить. То есть небезопасно. Понятное дело, мы едем потихоньку. А так, люстру прикрутили. Мало ли, мы будем здесь до темна. И спросите, какая природа, парни. Холодная вода. Тучи уже опустились. Гор не видно. Это за перевалом затирался. Непонятное дело, что многие тропинки мы знаем. Но мы-то их знаем на ГАШ-Шат-6. А на ГАШ-Шат-3 мы эти маршруты не приореваем. Почему сегодня на двух машинах? Потому что ГАШ-Шат-6 сегодня как палочка-выручалочка. То есть мало ли, что-то дернут и так далее. Вот помнишь, небольшое здесь болотце? Я предлагаю начать с него. То есть мы запускаем ГАШ-Шат-3, я за рулем. Давление колес немножко траванули. Я вначале на первой, без понижайки. Потом с понижайками. Это дело на полном приводе. Проеду, посмотрим. Да-да, нет-нет, как говорится. Ну что, Олан, ты готов? А, ну сегодня в команде Вова, Коля. Мы сегодня на троем. Прадик, понятное дело, тоже выручает. И здесь, место, где сейчас мы находимся, это, по идее, отправная точка. То есть здесь, вон, машинки стоят. Здесь уже дальше пешком люди ходят, гуляют, там кто-то с собаками и так далее. И также не забывайте про наклейки, фамильярити, наш логотип. То есть вы можете купить по закрепленной ссылке в комментариях, ознакомиться с акцией, выиграй Bentley Continental GT. То есть это наша тачка, которая сейчас, понятное дело, не на Афроуде и не используется, а стоит около дома, потому что она ждет кого-то из вас. То есть покупаешь наклейку, помогаешь каналу. Не нужна Bentley, парни. Неделю поездил, покатался, мечту исполнил, девчонку выкатал. Ну, все, отдай другому. То есть я не заставляю вас на ней кататься всю жизнь. Можете просто, ну, забирать и делай с ней дальше, что хотите. То есть это такая тачка, увы, поэтому у нее много владельцев. А так, ну что, поехали. Все готово. Вов, не блокировки, а там дифференциал, повышенного тренинга, полулачкового типа. Вот, да, я сейчас это и хотел. Я сейчас это и хотел. Почему лебёдка на букву L начинается, а ГАЗ-63А на А, а не Л? Есть ещё какие-то там, я не знаю. ГАЗ-51, 52. ГАЗ-51 это заднеприводный. У меня девушка набрала. Начинаем. Повышенная, волны пьёт. Горько. Я поеду, сейчас, такая короткая стопка вы reactiv. Ага-га… Горько! Взрыв, откуда пожалуйста отстойт прыгать? ГОРЬко! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 А че бахнет-то? Ну я между сладкий, нет? Да, шагович, конечно. Попробуй, знаешь как? О! Так же потихоньку, прямо на понижай. На нейтралку поставь. Понижай, понижай, все, поехали. Видал какой эффект? Понижай, футок включил, все. Ну че, попробуй, верно? Да, конечно. А ты хотел? Ну давай. Вов, отъедешь я попробую. Не глуши, Вов. Пусть остывает. Вов, не надо. Подходи, звони. Хорошо? Давай. Ты не подружная, а табачок бросит. Слышь, может тебе попробовать, ну вот так где он заехал, и сюда выезжать. Потому что ты сейчас, ну просто клюнешь и все. У тебя колеса-то провалятся. А оттуда, может, плавно заедешь. Давай. Подожди. Когда тут даже вот просто газу даешь, она все и тяжело. Газ отпускаешь, она едет. Позадите машину. Если что, я там с Киев подошел, грубо говоря, с Аркадьяк. Ага, сейчас все. Да, 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 да. Пусую, да? Да. Понижай капутина. Ну реально. Смотри, смотри, здесь появится Смотри, смотри, здесь появится Как с ковера Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Вову в машину не ударил DimaTorzok Миша, стой, стой, стой Миша, стой. Миша, стой, стой. Миша, стой. Устал, устал. Вот, ты вот чувствуешь, что, ну все, ты не копай. Ты просто рывками меня потихоньку выерниваешь и все. Что там в яму копаете, а? А? Сейчас, Мигель сам перецепит. Миша, стой. Миша, стой. Ну, блядь, хотя бы копать не будешь. Порвался или? Соскочил просто. А, крюк оторвало, слышь? Крюк оторвало, по-моему. Стой, стой. Стоять на месте. Куда ты, блядь, катаешься? Что? Что? Не знаю. Сосыги, может, где-то печатался. Печатался. Прыгайся, яма, блин. А почему так коварно? А что-то у тебя как-то встало, вот это колесо вообще перед ней левое крутилось. Ну, вроде, да, так, ничего страшного. Ага. Мне, скорее всего, просто болото на тяжелое. Бочалка, знаешь? Угу. Ну, а здесь мост, да, был? Блин. Во! Дай пятинку, Глеб. Молодец. Парита. Я уже разделся. Печка-то выключить, да? В бане. Ну, чё, давай, ты, может, турбиньки остынут? Пешок. Давай, погнали. Проезд здесь. Ты это не взял, а? Чё? Ни чая, ни хлеба. Ха-ха-ха. 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 Хочешь в зерное тесто? Зайдем? Там. Все, что хочешь. И чай, и кофе, и пирог рыбный там. Сёмга, и хочешь? Нет, нет. Это-ка. Ложка хороша к обеду. Так можно доставку себя заказать мне приложение есть. Зерное тесто. Всё, пас. А, кое-что в гараже или как-то? Зашёл? Рыбный. Рыбный. Треска и сёмга. 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 Ну чё, вот ты победил? Ну я. О, что ж? А он прям даже вообще не торолился, он лопал. Вот здесь софт депповская, да, закалка. Они просто у меня злом шёл. Сюда на бок. И здесь они. Завернут, да. Да, то есть если ты тянул по прямой его сюда, наверное, такого не хочу, а так и получается его выломал просто. Хорошо, что хоть в лобоуху не выйдет его. Адиатор. 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 Давай, Манку, тушонку, сидим, да. Идали, хочешь? Да и разбит. Душа его. И хорошая сегодня, мне кажется. Или еще. На самом деле можно делать выводы, как говорится, не отходи от кассы. То есть вы сами все прекрасно видите, да? Шишига, ну она просто вещи делает. Понятное дело, что тут и мотор вытягивает, и автомат, она может прям потихонечку, торш не поднимая, выезжая из болота сама. А эта машинка, она, ну вот такая, знаете, вот больше работяга, которая, ну в нашем случае, вот основную цель, которую выполнить должна, это все-таки передвижный склад. Ну и если брать по оффроуду, да, вот в теории, давайте представим, ставим такой же туда мотор. Хорошо, машинка стала порезвее. Дальше. Вот эти лапки, по идее, могут встать там, очутиться арочные колеса. Но опять же из того, что у нас мосты совсем другие, и у нас нет самоблокирующего дифференциала ни спереди, ни сзади, то есть машина все равно даже, наверное, здесь бы она не проехала. То есть 63-й даже на лапках, даже на спущенных, натравленных резинах, она бы здесь не смогла проехать. В любом случае, потому что шишига все-таки делает вещи. И опять же, шишига не стоковая. Вова, просто ради интереса, знаешь, вот сюда твою шишигу, именно в стоке, на карбюраторе, понял, на травленных колесах. Как ты сам думаешь? На В8. Давай пригодим. На полном ходу, на уверенном, он с тормозами, в конце концов я прочистил карбюратор, все просто заводится, как и, ну, понятное дело, с подсосом на холодную. Все. Машина, как говорится, в идеале. Красить мы ее не будем, пока оставим эту машинку до весны и придумываем, что с ней делать дальше. Пока, говорю, она как передвижной склад. Вов, ты даже сегодня ни разу не прокатился на ней. Да? И все-таки Кунг, он хорош, но вот на бездорожье, вот в болоте, это прям минус. Потому что машина прям кренит, она прям хочет. Я когда, кстати, там ехал, когда там еще полуэйтовый, где грязь была, я, знаешь, чувствую, что он так медленно перекатывается. Туда-сюда. Туда-сюда уже почти когда вытащила, она уже такая восьмерочкой такая завернула ее. Может, но не хочет. Вов, тебе спасибо за участие. Ну что, в зерное тесто звонить? Сюда, чтобы привезли. Ну, зачем сюда мы с нами поедем? И что нам тут тушенку есть? Давай, звони. Парни, спасибо всем за внимание. Это, наверное, заключительный сезон, тогда, когда выезжают. Нет, если какой-то аппарат появится, интересный, сразу в болот. Это максимум, что, наверное, можно найти здесь. И тут, в принципе, как бы хватает. То есть даже Шиширьга, видите, сами она садится и, грубо говоря, ты мог в любой момент закопаться и так далее. То есть вот это вот все препятствия. Но, опять же, это осень и мало воды. Почти зима. Почти зима. Да. Короче, давайте так. Тушенку мы оставим в гараже. Сейчас, получается, вот у нас зерное тесто. Мы приехали сюда для того, чтобы, так скажем, парней угостить. Но сам факт, что мы сегодня не закончили. Мы сейчас едем в аэропорт и у нас интересные мероприятия по поводу Прадика, двухсотика и моего двухсотика. То есть будет сравнение, какой дизель новый, старый, после капремонта, какой лучше едет. Может быть, у меня проблема с коробкой, может быть, где-то долгое переключение, потому что мне так кажется, что у меня тачка не едет. И сам прикол то, что я ни разу не нажимал газ в пол. Ну что, пошли? Пицца, фастфуд. Пошли. О, ты понял? Как газон? Да. Прикинь. Здравствуйте. Так. Я как сделал? Грузинский лимонад. Фред говорил? Да. Грузинский лимонад. Реально? А сколько он с ней? Дорого? В следующий раз. Это грабился. Не, кстати, он реально вкусный. А чеки мирные, спасибо. Ну что, все, полетели. Спасибо. Погнали. А чего вы не глушите-то свои в ведрах? Режим. Короче, давай так. Вот ты офигеешь. Ну, как вкусно. А здесь это какой-то бонус. Это мне Ванька посоветовал. Он чеченечко покупает. Я не знаю, что есть. По-моему, курица обжаренная. А что-то облизывает. А так не получится, потому что ты опять домой все это вылезешь. Нет, нет, нет. Сегодня это все съедает. Я, короче, звоню сейчас по бензинке по 4,7. Давайте быстрее. Еще в экзист надо. Побычу. В экзист надо. Прокладки на бумера пришли. Кстати, кто проигрывает, тот поедет в апотеку. Давайте. Так, ну что, сейчас приедет Миша. Это владелец Ван Круто. Я пока нарежу. Я пока ехал. Она так пахнет. Что-то слюна вбежала, если честно. Ну, что, конечно, у тебя такое. Много аккуратнее. У меня в транспортировочном грунте. Эти парни сказали, что зацветет. Пока нормально. Так, ну разрезал, давай. Сейчас нас как раз четверо, правильно? И посмотрим, что у нас здесь. У-у-у-у-у-у-у-у. Спасибо зерное тесто за то, что вы есть за то, что делаете нормальную пиццу, нормальные пироги. Сейчас мы это все дело съедим. На сегодняшний день мы с вами обращаемся. Да. Сейчас будут заезды. Сейчас приедет сюда бензиновый крузак в 200. Эти заезды, они будут на втором канале. Миша Яковлев Кировск. Потому что давайте хоть немножко ажиотажа, то есть немножко интриги нагоним и посмотрим какой из этих ТОЙОТ будет быстрее. конечно эти тачки на которых надо гоняться но тем не менее почему бы нет когда они есть всем спасибо за внимание мы скоро увидимся всем пока